Здравствуйте, я психотерапевт Александр Данилин, и мы продолжаем цикл коротких выпусков под общим названием «Как жить». Если мы поговорили о любви, то, видимо, имеет смысл поговорить и о зависимости, модном нынче слове, которое я, честно говоря, очень не люблю. Правда. Почему не люблю? Ну, потому что, когда возникает этот замок, это мы, о котором мы говорили в выпуске о любви, люди становятся зависимыми друг от друга. И ничего плохого в этом нет. Мы так устроены. Мы бродим по миру в поисках своих половинок, потому что, ну, хоть кто-то должен стать Маргаритой для мастера и мастером для Маргариты. Поскольку мы в своей инициативе люди, вечно ощущающие собственную непонятость и невостребованность в жизни. По крайней мере, тех выводов, тех смыслов, которые сложились у нас в голове. И то, что мне очень не нравится, так это то, что из понятия зависимости сегодня создают некоторую новую болезнь, которую пытаются лечить с помощью другой зависимости. То есть, назначая сильнодействующие психотропные препараты от антидепрессантов до нейролептиков. Что ситуацию в стране в целом стремительно ухудшает? Теми самыми добрыми врачебными руками. Почему это происходит? Ну, потому что зависимость – это очередное фальшивое понятие, такая симуляция, симулякор, который нужен для того, чтобы продавать психотропные лекарства. Что же все-таки такое зависимость в классическом смысле этого слова? Просто вряд ли имеет смысл придумывать новые слова, когда есть старые, хорошо опознанные и психологами, и психиатрами. И одно из таких слов – это фрейдовское понятие проекции или переноса. Зависимость, то, что мы сейчас называем зависимостью, это перенос. Перенос человеком ответственности за свою жизнь. Или перенос своего права на инициативу, об этом мы говорили в предыдущих выпусках, на другой объект. Почему на объект? Потому что этим объектом может быть водка, химическое вещество, партнер. Ну и, конечно, традиционно, разумеется, мама. Я хочу сказать, что зависимость – это желание человека избавиться от ответственности. Или, говоря словами Эриха Фрома, желание человека избавиться от свободы, которая неминуемо порождает ту самую ответственность. Я хочу сказать, что не имеет смысла делить химические вещества на сильные и слабые. Но по другой причине, чем та, которую сегодня обсуждает полиция. Дело в том, что в конечном итоге все зависит не от вещества, а от человека. Я всегда говорил, что зеленый змей, бутылка водки, не летает по воздуху, как вирус, и не залетает в рот в автобусе от того, что кто-то рядом выпил. Это не бутылка гонится за человеком, это, несомненно, человек гонится за бутылкой. И когда алкоголик говорит, хочу пью, хочу не пью, а наркоман – хочу курю, хочу не курю, и так далее, и тому подобное. Они говорят чистую правду. Степень зависимости от вещества в том числе зависит от трудноизмеримого показателя, Насколько человек хочет избавиться от инициативы и ответственности. Насколько сильно он хочет избавиться от свободы. Насколько сильно он хочет остаться маленьким. Насколько сильно он хочет сбежать от реального мира, который неминуемо содержит в себе всю ту же самую свободу выбора и возникающую следом за ней ответственность. Более или менее можно определить эту степень с помощью теста локуса контроля, о котором я писал в своей книге «Человек зависимый» достаточно подробно. Но только более или менее, потому что на 100% ни один психологический тест не описывает всю сложность и противоречивость души человеческой. Понять это может только сам зависимый, сам человек, который чувствует эту меру бегства. А все равно у меня ничего не получится, пойду напьюсь, пойду приму наркотик. Или в крайнем случае выйду замуж, и вот муж-то и будет все за меня определять. И точно так же ведут себя отечественные хихикомори до старости, прячась за спинами родителей. Пусть другие взрослеют, чего-то там решают, в чем-то участвуют, что-то говорят. Я вот тут человеку не так много надо. Я вот тут буду сидеть и все время забываться. Забываться – это значит забывать ту боль, которая появляется от человека от того, что он не выполняет своих человеческих функций. Не выходит в общество или пытается определить все свое поведение через химические вещества, которые управляют им с разных сторон. Я когда-то назвал таких людей поклонниками химического катехизиса. Ну, знаете, если у меня что-то не получилось, покурил – то. Если у меня экзамены, то пососал – это. Если у меня бессонница, то принял – то. А если мне надо не спать всю ночь, то уколол – это. Ну, и так далее, и так далее, и так далее до бесконечности. Не я, обратите внимание, какой механизм в этом работает, не я отвечаю за то, как я, например, сдал экзамены. А химические вещества. Как только ловишь себя на этом, начинаешь понимать, почему люди, и почему ты лично пропадаешь от этой самой зависимости, которая на самом деле является проекцией, переносом ответственности. Что с этим делать? Ну, мы на тренингах как бы изучаем это поэтапно. Но прежде всего, надо понять, что подавляющее большинство, скажем, химических веществ работают как плацебо. Они не столько дают тот эффект, на который надеется алкоголик или наркоман, сколько они выполняют наши собственные ожидания. И в этом смысле все происходит точно так же, как в аналогичном ролике о любви. Алкоголь вовсе не обладает той кучей волшебных свойств, которые ему приписывают. Но не может одно простейшее химическое вещество вызывать и снотворный эффект, правда? И возбуждающий эффект. Работать афродизиаком во время секса. Лечить простуду, заболевания, желудка, язву, рак. И что там еще у нас рекомендуют лечить алкоголь? Так не бывает. Чтобы одно вещество было одновременно и успокоительным, и антидепрессантом, и возбуждающим, и иммуномодулирующим. Нет, нет, это не оно. Все, что может алкоголь, это всего-навсего вызвать некоторую анестезию. Туповатость, в первую очередь, по отношениям к актуальным эмоциям и переживаниям. А все остальное мы проецируем на это состояние, как прожектором. Вот мы ждем чего-то. Что нужно сделать, прежде всего, чему мы учим на тренингах? Ну, как всегда, закрыть глаза, сосредоточиться и представить себе, что вы ожидаете от человека, от которого, по вашему мнению, зависите, от вещества, от того же алкоголя в самом широком случае этого слова. Чего вы ожидаете? Ну, там, не знаю, например, приливы сил, энергии, умственной активности. Представьте себе эту картинку, чего вы ждете. А теперь сбросьте ее, снова закройте глаза, и представьте себе то, что будет в реальности, когда наступит опьянение. Самое главное, что нужно сделать, это нужно развести в разные стороны у себя в сознании то, чего мы ожидаем, то, что мы пытаемся проецировать, и реальный эффект. Так, как я рассказывал в случае алкоголя. Все остальное, ну, наверное, это довольно долго. Удачи! Становитесь независимыми. Хотя, о независимости тоже нужно поговорить отдельно. Продолжение следует...